Здравствуйте! Это передача «История в настоящем». С вами я, Лана Элина. И сегодня у нас состоится разговор с руководителем Музея арктической археологии Республики Саха-Якутия Николаем Яновым. Добрый день! Я возглавляю Музей арктической археологии Арктического научно-исследовательского центра Республики Саха-Якутия. Мы занимаемся раскопками на территории Республики Саха-Якутия, занимаемся музейной деятельностью, выставочной деятельностью, научной деятельностью. Даже начали немножко заниматься уже педагогической деятельностью в плане обучения школьников и студентов АЗАМ, археологии. Этой деятельностью я занимаюсь на протяжении 23 лет. С того момента, как поступил на первый курс исторического факультета нашего университета, якутского тогда госуниверситета, и по сей день я, что называется, в гуще археологических событий. Очень интересно звучит арктическая археология. Чем она отличается от археологии и в чем ее направление? Арктическая археология – это несколько широкое понятие. Если мы говорим именно о республике Саха-Якутия, эта археология связана с тем, что все наши памятники или преимущественная их часть находятся в зоне распространения вечной мерзлоты или креолитозоны. Соответственно, они по-другому сохраняются, они немножко по-другому изучаются. У них есть некоторые особенности научного исследования их и так далее. То есть, говоря об археологии, мы подразумеваем, конечно, географическую привязку и климатическую. То есть, как география и климат влияли на людей того периода, какие памятники после них остались и как нам их нужно правильно изучать. Наверняка у нас в условиях вечной мерзлоты археология довольно интересная, хорошо сохраняется. С одной стороны, да, с другой стороны, нет. Действительно, вечная мерзлота позволяет хорошо консервировать какие-то деревянные конструкции, костяные и так далее. Возникает проблема тогда, когда в ходе раскопок эти вещи выходят на поверхность. И не всегда специалистам удается их сохранить, потому что, к сожалению, до сих пор не разработаны методы консервации таких предметов. Их нужно консервировать буквально сейчас же. Это не всегда получается. Просто на практике не всегда это получается, потому что у нас очень далекие расстояния. Пока доедешь, пока приедешь, они всегда нужны. Инструменты бывают под рукой. Мы всегда сталкиваемся с неожиданностью. То есть, мы рассчитываем, что вот эти находки будут хрупкие, и мы готовы их сохранять, а они оказались прям прочные. Или наоборот, мы уверены, что там будет все прочно и стабильно. Оказывается, это все разрушается. Ну, на примере, допустим, я могу сказать, что я занимался изучением якутских захоронений на северо-востоке. Тут Верхоянск, Комикон. При раскопках, когда мы находили различные вещи, например, металлические, вот на моих глазах батыя просто рассыпалась буквально в какие-то 5 минут. Пока мы ее начали заворачивать, она уже фактически не сохранилась. От воздействия воздуха нет. Да, да, от воздействия воздуха. То есть, вот этот процесс еще до конца не изучен, и поэтому мы, конечно, с осторожностью подходим к изучению таких объектов. Покапливаем опыт. Поскольку Якутия у нас очень большая и памятников археологии очень много, все памятники археологии представляют точную ценность, но не все памятники могут ответить на какие-то наиболее интересующие для нас вопросы. Поэтому мы выбираем, какие объекты в настоящее время достойны более такого детального изучения, и изучаем именно их. Например, с 2017 года мы плотно занимаемся раскопками в городе Якутске, изучаем историю города, начиная с 17 века. Как это не удивительно, археологических раскопок именно истории города не было, не соврать бы, ну, наверное, с середины 40-х годов прошлого века. Потому что город активно застраивается, его история известна по картам, по публикациям, мемуарам, и казалось бы, ну, зачем еще что-то копать, когда, в общем-то, все известно и понятно, а вот нет. И, к сожалению, у нас в городе Якутске сохранилось очень мало участков свободных, где можно было бы эти исследования проводить, потому что, я уже повторюсь, у нас все плотно застроено, остаются небольшие какие-то пустыри-участки, которые мы пытаемся сегодня и изучить. А с точки зрения археологии Якутии наиболее интересен город или вот какие-то другие места? Якутия уникальна в себе тем, что это самый холодный регион на планете, где проживает человек. Кроме Антарктиды, конечно, да, но человек там появился относительно недавно, да. Особенно, конечно, нас занимает Верхоянская Амикон, полюса холода, тем более. И, как показывают археологические исследования, люди жили в Якутии с Нижнего Палеолита, то есть с самых-самых отдаленных времен, постоянно. Не было такого периода в истории Якутии, чтобы людей здесь не было. Верхоянность Икутии еще и в том, что у всех специалистов и ученых возникает вопрос, как люди вот той отдаленной поры адаптировались вот к этим сложным климатическим условиям, когда у них не было вот современных преимуществ. Где они жили, чем они питались, как они переживали эти холодные зимы, тем более, что мы-то сейчас живем в эпоху потепления, в эпоху Голоцена, то есть у нас максимально благоприятный такой климатический период. Как жили люди тогда? А как люди жили тогда, когда, скажем, зима была еще холоднее, чем сейчас, когда лето было еще более жарче, чем сейчас, и у них не было обогревателей, домов и так далее. Вот на эти вопросы мы пытаемся ответить. Это вопросы остро дискуссионные. Ну, пользуясь случаем, я хочу прорекламировать такой памятник, как стоянка Мунг-Харема на реке Вилюй, который датируется возрастом средним-верхним палеолитом, где обнаружены превосходные образцы каменной индустрии. То есть это место, где разделывали древних животных, мамонта, носорога, там просто потрясающие каменные ножи, просто фантастика. Когда это найдено? Это было обнаружено, стоянка была обнаружена в 2000 году. И до сегодняшнего дня она исследуется, и вот с ней лично я связываю такие свои профессиональные надежды на будущее, что там будут обнаружены, возможно, еще какие-то другие артефакты, которые могут нам пролить свет на древнюю историю. А как вы относитесь к теории того, что древний человек появился на территории Якутии, я имею в виду стоянку Дерингурия? Да, памятник Дерингурия, у него такой неоднозначный шлейф, да, то есть когда он был открыт и когда была предложена эта ошеломляющая датировка в несколько миллионов лет, это, конечно, всех подвергло в шок, в смятение, но это невозможно. Ну, во-первых, там до сих пор сохраняются дискуссии о возрасте памятника, и она очень сложная. Этот вопрос датировки сохраняется. Потом, вот вы говорите, человек произошел из Якутии, это не совсем верно вы процитировали, это Юрий Алексеевич Мочанов, вот исследователь Дерингурия, он даже не предложил, он как бы реанимировал идею такого немецкого ученого, Баварского, точнее, Морица Лагнера о внетропической природине человека. То есть то, что человек произошел не в жарком поясе, скажем, не в Африке, а в более суровых климатических условиях, потому что это стимулировало его к развитию, и это кажется вполне естественным. Но до сегодняшнего дня ни в Якутии, ни в других местах, ну, таких северных, холодных и так далее, не обнаружены человеческие останки, которые датировались бы там за 100 тысяч лет, да, и это является главным аргументом, что невозможно допустить, что человечество произошло именно здесь. И тут еще нюанс в том, что когда мы говорим о происхождении человека, мы говорим именно о происхождении разума, то есть где вот та граница, которая отделяет тех же самых австралопитеков, которые все-таки ближе к, ну, это не совсем не к обезьянам, как к приматам, да, вот где вот эта граница, где человек становится человеком вот в нашем современном понимании, и эта грань очень размытая. Потому что когда говорят, что человек произошел от обезьяны, это очень такое стереотипное рассуждение, и обезьяна, и человек являются абсолютно разными видами биологическими. Но, конечно, у нас был когда-то, когда-то очень общий предок далекий, но мы настолько сильно разошлись с ними, что нас сравнивать сейчас просто невозможно. И вот где произошло это разделение, где произошел вот этот мыслительный процесс, потому что обработка камня – это и есть начало мыслительной операции. Потому что до сегодняшнего дня, как показывают опыты приматологов, обезьяны, за которыми наблюдают до сих пор, пока не научились производить даже самые простейшие орудия труда, которые были доступны, скажем, людям. Обезьяна может расколоть орех, она может взять камень, она может взять палку, но даже были, я читал, были попытки, что обезьяна, значит, пыталась обрабатывать какие-то каменные орудия, но все равно пока это не так доказательно, чтобы утверждать, что и сегодня из обезьяны можно сделать человек. А тем более еще скажу, что современная археология нам поставляет сенсацию за сенсацией. Открываются новые виды людей. Если мы раньше из учебника стереотипно считали, что был австралопитек, антроп, неандерталец, хомо-сапиенс, то есть мы, линейно, то на самом деле были и другие виды людей. И те же самые неандертальцы, это человеческая линия развития, которая со временем закончилась с завершением ледникового периода последнего. А вот, допустим, на Алтае открыт денисовский человек. В Восточной Африке открыт человек на Алиди. Это вот как видов обезьян, их же много, шимпанзе, орангутанги, гиббоны и так далее, так и видов людей, оказывается, было больше ему только в начале этого процесса. И может быть и люди, которые жили, например, в Якутии, это был тоже какой-то отдельный вид людей, который был наиболее адаптирован к этим условиям. Поэтому нас ожидают впереди большие и великие открытия. Поэтому, молодые люди, записывайтесь в археологию, вам предстоят великие ожидания и надежды, надеюсь, и открытия. Тем более профессия, она становится более популярной, востребованной и хорошо оплачиваемой. Да. Сейчас я могу с уверенностью это сказать. Мультимедийная художественная выставка «История в настоящем» посвящена столице Якутии. В экспозиции отражено прошлое, настоящее и возможное будущее города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова